Привет, меня зовут Анастасия и сегодня я хотела вам рассказать о том, как я получила права здесь в Италии. Здесь в Италии вообще права получаются двумя, скажем так, ступенями. Во-первых, нужно сдать тест письменный или на компьютере по поводу всяких правил дорожного движения, то есть как давать дорогу, кого пропускать, кого не пропускать, какие знаки, что значит, какие лимиты скорости на разных дорогах, в общем, вот такое. И вторая часть экзамена заключается в том, что вы сдаете тест, скажем так, уже на дороге, как вы паркуетесь, как вы водите машину на автостраде. И, в общем, я записалась в школу вместе со своим папой. Папа меня записал в школу в 18 лет. И тогда все мои одноклассники все еще были меньше 18 лет, поскольку меня отправили, в общем, когда я приехала в Италию, меня отправили во второй класс средней школы в 16 лет, то есть я была немножко старше других. И когда я начала заниматься, во-первых, мне дали такой фолью розы, это называется такой листик розового цвета, на котором написано, что я могу заниматься вождением в течение 6 месяцев с человеком рядом, который имеет больше 10 лет опыта вождения. И вот этот фолью роза, который мне дали, был мне дан после того, как я сдала тест письменный, то есть тот, который на компьютере. Там было около 40, по-моему, вопросов, да или нет, true or false. В общем, я достаточно легко его прошла, честно говоря. У некоторых есть проблемы с этим тестом, потому что все-таки нужно знать хорошо итальянский, чтобы его сдать. Я на тот момент жила в Италии уже 2 года и училась в итальянской школе, поэтому я его хорошо уже знала. В общем, этот фолью розу мне дали после этого теста. И тут я начала водить. И с вождением были проблемы. То есть, во-первых, я не могла никак припарковаться, даже передом. У меня не было ощущения размеров машины, того, как нужно, в общем, езжать на парковку. И до сих пор этих ощущений у меня нет. Хотя я вожу Citroën C3, сейчас это огромная машина, такая, прямо, хороших размеров. Слава богу, у нее есть камеры сзади, и я обычно паркую сзади. И также у меня есть сенсоры, когда я приближаюсь к чему-то спереди, к какому-то барьеру, то она начинает сигнализировать, и я понимаю, что я слишком близко, например, к мишине, которая спереди. В общем, хорошая машина сейчас, которую я вожу. Семейная. Вот. У нас единственная пока машина в семье. Вторую машину, которая у нас есть, водит мой брат Кирилл. И, в общем-то, после сдачи этого теста я водила машину с инструктором. Инструктор был никакой. То есть я, после того, как мой папа потратил по 15 евро за час, где-то, не знаю, сколько евро, я все равно не смогла сдать тест. И обычно инструктора как делают? То есть они по истечению 6 месяцев, 5 месяцев, говорят, ты должен сдать тест на вождение машины тот, который практически, скажем так. И через месяц, если ты не сможешь, то у тебя есть вторая попытка. Он об этом забыл. И, в общем, у меня была всего одна попытка. С этой первой попытки я не сдала, потому что, когда я сделала парковку, все было нормально. Когда мне спрашивали вопросы, все было нормально. Но потом, когда я была на автостраде, я слишком медленно въехала в автостраду. Здесь скорость должна быть где-то 80 минимум, а я въехала на 50, что-то типа того. И, в общем, меня из-за этого моя экзаменаторша как бы решила бартануть. Такое плохое слово. Я не знаю, как по-другому это сказать. В общем, там была моя вина, конечно. Я в этом не сомневаюсь. Потом я начала плакать. Я помню, что я плакала, да. В общем, во второй раз, когда папа мне записал в ту же самую школу, у меня был другой. Я опять сдала письменный тест «Прекрасно» на компьютере. и опять мне дали розовый листик. У меня был другой уже инструктор по вождению, который был намного лучше. И вот этот инструктор по вождению, он болел каким-то поджелудочным заболеванием, от которого он должен был умереть в течение нескольких месяцев, как он мне рассказал. В общем, у нас были такие отношения дружеские достаточно. То есть он мне рассказывал много о себе, я ему рассказывала много о себе. И в результате потом один из друзей моего папы, которого зовут Кристиан, решил мне помочь. Он со мной тренировался в течение нескольких месяцев, раз в неделю или два раза в неделю, помогал мне, в общем, понять, как водить машину. И вот в 19 лет, почти 20, когда было лето, я сдала этот экзамен. Сдала его достаточно хорошо, то есть всё прошло нормально. Естественно, что когда была парковка буквой С, когда вы должны припарковаться сзади машины, я припарковала слишком далеко, и экзаменатор сказал, повтори, пожалуйста, манёвр. Вот я повторила, и всё было лучше. В общем, вот единственная проблема была в этом. А всё остальное прошло очень хорошо. Экзаменатор был мужчина в этот раз. Может быть, это тоже повлияло на то, что меня не бортанули. Вот. Но водить машину сейчас я особо не умею, честно говоря. Особенно с парковками у меня проблема. Как я уже говорила. Так же вот у меня, когда нужна партенция салита, как это называется по-русски, когда нужна тронуться вверх, тронуться в... в гору, в общем. У меня проблема с этой игрой с педалями, то есть, как нужно нажимать сцепление и газ. В общем, у меня постоянно выключается машина, мне приходится её заново заводить. Машина мне помогает, она на бензине. Машина мне помогает каким-то образом, но всё равно не всегда получается. Буду честным. Вот. Большое спасибо всем за внимание. Я немножко сделала это видео нервным, наверное. Вам передаётся моя нервность. я потратила много денег на то, чтобы стать на права здесь в Италии. Но всё хорошо сложилось, я этим довольна. Сейчас вот я вожу своего папу в больницу, когда, поскольку он сломал ногу, не может сам водить. Я часто езжу в магазин за продуктами, потому что та же самая проблема. Папа не водит, мама не водит, и приходится мне, например, покупать какие-то большие вещи, типа там, напитков или тяжёлой картошки, которые не перетащатся из супермаркета вручную. Вот. И всё прекрасно. Я довольна. Когда я вожу в машину, я чувствую себя сильной женщиной. Большое спасибо всем за внимание и всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok